На входе покупателей встречает санитайзер и антисептики для рук. На пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Представители областных властей объезжают торговые центры города, чтобы проверить, какие противоэпидемические меры соблюдаются. Если раньше масочный режим в регионе был введен по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова, то теперь вступило в силу предписание главного санитарного врача страны. В этом торговом центре более 300 магазинов. Проверка показала, только в двух из них продавцы не соблюдали масочный режим. В отношении владельцев торговых точек составлены материалы. Я могу сказать, что один торговый центр, в котором мы сейчас были, это более 310 точек. На 310 точек 1-2 протокол, коллеги, но это называется статистическая погрешность. Но вместе с тем наказание должно быть неотвратимое, поэтому все материалы будут доведены до суда и реализованы. Фудкорд тоже следует привести в порядок. Количество посадочных мест сократить вдвое, а на входе установить информационную табличку, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых вход запрещен. Здесь, я считаю, работают человеческие факторы. Как Алексей Николаевич сказал, это малая толика. Поэтому я считаю, что все работает правильно. Ну и в любом случае будем в дальнейшем контролировать, проверять и пытаться, чтобы таких замечаний было все меньше и меньше. С момента вступления в силу распоряжения главного санитарного врача страны областные власти проверили 8 торговых центров. Оформлено более 10 материалов. За нарушение санитарно-эпидемиологических мер юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям до 50. Виктория Шарая, События.